Смотрите в выпуске. Нехватка врачей и реконструкция больниц. Ради Хабиров о будущем медицины в республике. Плавить или складировать. Эколог о том, как безопасно утилизировать снег в Уфе. И в столице Башкирии наркоманы атаковали несколько домов в поисках закладок. Жители организовали патруль. Ежегодно форум «Россия и мир», или как его еще называют Гайдаровский форум, определяет важнейшее направление развития на предстоящий год. Глава Башкирии Ради Хабиров принял участие в дискуссии переосмысления национальной системы здравоохранения, где вместе с экспертами обсудил вопросы модернизации медицины. По словам руководителя региона, республика еще три года назад не обладала достаточной материальной базой, но в скором времени многое поменяется. Президент принял программу, замечательную программу, комплексную модернизацию первичного звена. 18 миллиардов на нашу республику до 2025 года. Это очень серьезные деньги. Мы, по сути, построим там десятки поликлиник новых, отремонтируем, откапиталим, построим ФАПы и так далее. Поэтому первое, это, конечно, очень серьезное внимание нужно уделить материальной базе первичного звена. Однако, по словам Ради Хабирова, в республике назрела проблема с отсутствием квалифицированных врачей и младшего медперсонала. Можно строить много больниц и ФАПов, но дефицит кадров делает свое дело. По мнению Хабирова, если бы каждый выпускник медицинского вуза пошел работать по профессии, такой проблемы бы не было. Руководитель региона призвал обратить внимание на выпускников колледжей. Огромное количество выпускников вузов не работает по специальности. Обратите внимание на людей, которые уже приняли решение и всегда посвятят себя служению медицине. Это выпускники колледжей. Это люди, как правило, небогатые семьи. Им потом сложно, соответственно, поступать в вуз. Еще там учиться четыре они отучились, еще в вузе там шесть или семь учатся и так далее. Поэтому я говорю, надо продумать программу каким-то образом синхронизирования образования, сокращения количества и очень легкого доступа к получению высшего образования. Также глава республики предложил обратить внимание на направление телемедицины. В подтверждение своих слов он рассказал об опыте совместной работы ситуационного центра и преподавателей БГМУ. Ведущих сотрудников нашей медуниверситета посадили рядом. Три-четыре человека, по сути, круглосуточные. Для чего? Они уже на этих звонках 10-15 процентов вопросов сразу снимали. Это, конечно, не телемедицина. Это такое консультирование медицинское, которое на грани идет, насколько я понимаю. Все связано с телемедициной, с удаленной консультацией, с элементами искусственного элемента и интеллекта должно активно внедряться. Кроме того, Ради Хабиров предложил ввести систему мотивации для тех людей, которые редко болеют. Задача как раз государства в этом случае сделать так, чтобы быть здоровым было выгодно. Не просто комфортный человек, а было выгодно. Если человек не болеет и не обращается, то есть у него накопительно это все должно быть. Это, кстати, в западных странах есть подобные формы, мотивирующие. Поэтому, мне кажется, первое, о чем мы должны подумать, это, соответственно, все связанное с мотивацией, поиском новых и формированием новых мотивирующих. Подчеркиваю, когда ты эту мотивацию подкрепляешь рублем и какой-то материальной выгода, это работает всегда эффективнее. Башкирию снова накрыли снегопады и метели. Через полтора месяца придет весна, и все сугробы, которые останутся на улицах Уфы, начнут стекать грязными ручьями и впитываться в землю. Мы спросили у эколога, как правильно избавляться от гор снега. Хранить их на полигоне до оттепели или растопить? В Башкирии только один снегоплавильный пункт. Он находится в парке Калинина. Работает достаточно давно уже. Лет, наверное, на моей памяти лет 6-8, наверное, уже. Ну, в идеальном плане, конечно, лучше складировать. На снегоплавильный пункт он не справится, кстати, со всем объемом снега в городе Уфе. Тем более в других городах вообще нет таких пунктов. И не повезет же со всех городов сюда. Это абсурдно. Но и с тем и с другим в Уфе, со слов специалиста, есть проблемы. Кажется, что растопить снег прямо в городе быстрее. Не нужно ехать на полигон и тратить топливое время. Но муниципалитеты снегоплавилкой пренебрегают. Я связывался каждую зиму с директором снегоплавильного пункта. Не догруз каждый год. Администрация районов не хочет платить за услуги снегоплавильного пункта. Затраты на энергию на снегоплавильных пунктах, то есть искусственное плавление, то это дороже будет, безусловно, в разы. Мы отправились на единственный в городе снегоплавильный пункт, чтобы посмотреть, как он устроен. Бесплатно тут топят снег только Калининский, Орджоникидзовский, Октябрьские районы и подразделения Сипайлова. При этом нам сказали, что пункт работает в полную мощность. Статистика показывает, при усилении снегопада в районе 127-130 единиц за сутки при возе снега. Если это считать в километрах, в среднем привозит где-то 22500 кубических метров снега. Здесь снег сваливают в яму с теплой водой, а дальше получившийся бульон прогоняют через фильтры. 22-25 градусов вода поступает в снегоплавильную камеру, где происходит плавление снега теплой водой. Далее этот осадок, ил, и если даже мусор придорожный какой-нибудь скапливается, он оседает в специальных камерах, проходит три барьера, и уже более чистая вода уходит также в стоки. Ил уже выгружает сушительные камеры, в сушительных камерах он определенное время отлеживается и выводится уже на полигон. С полигонами для хранения снежных масс тоже не все в порядке. Во-первых, по словам эколога, многие носят полуофициальный статус. А во-вторых, полигон должен быть оборудованной площадкой, а не куском земли. По данным администрации города, у каждого района есть свой собственный полигон площадью от 20 до 46 квадратных километров. Ну это просто в лучшем случае обваловку делают, без гидроизоляции даже. И там это все тает весной, впитывается, уходит в грунт, в грунтовые воды. Либо даже где-то обваловка может быть нарушена, просто через ручьи, ручейки утекает в реку Белая, допустим, или в реку Фа. Со снегом нужно поступать так же, как и с мусором, объяснил нам эколог. Его следует разделять на виды в зависимости от того места, где его собрали. И утилизировать его тоже нужно по-разному. Надо понимать, что у нас есть грязный снег, который счищается с дорог. Есть грязный снег, который счищается с тротуаров. То есть это бионорд и прочие антиобледенители вот эти вот. То есть территории жилых кварталов там загрязнения меньше, можно вывозить куда-то даже без очистки, неважно, где он урастает. Ну, это, конечно, тоже источник загрязнения, но, тем не менее, минимизирован будет ущерб. А вот с промзоны, с дорог и с тротуаров, где обрабатываются антигололедными компонентами, обязательно снегоплавильный пункт. Полигоны районов, говорит Александр Веселов, нужно реорганизовывать. Иначе земля из-за химии, которая копится в снегу, становится безжизненным пятном. Полная гидроизоляция и очистные сооружения, как минимум, без маслового ловителя, отстойник для взвешенных, так сказать, на веществ каких-то. Полные биологические очистные сооружения локального характера строить на каждом вот таком накопителе, либо закольцевать эти объекты системой канализации населенного пункта, ну, в частности, Уфы, и направлять на очистные сооружения города. Кстати, и предприятия тоже, промышленные предприятия, особенно, допустим, нашу северную промзону, они должны на своей территории снег собирать и везти на снегоплавильный пункт. Или пусть сами строят. Они этого не делают, они просто складируют у себя. В результате у нас почва на территории города, особенно промзоне, это просто техногенный грунт, токсичный техногенный грунт. Каждый полигон, который будет сделан по уму, обойдется бюджету в десятки миллионов рублей. При этом они выгоднее властям, чем снегоплавильни. Для государства, конечно, с целью сокращения затрат на природоохранные мероприятия экономичнее будут именно такие накопители, где не тратится энергия на плавление снега. Для природы лучше снегоплавильные пункты делать. Ну, это более цивилизованный подход, наверное, ориентированный на наилучшие доступные технологии на европейский уровень. Энергозатрат, не сказать, что он прям, ну, окупаемость его есть, то есть выходит цифру ноль, и поэтому, в принципе, на сегодняшний день он продуктивен. И хотелось бы сказать, что если бы у нас в городе Уфа еще бы был снегоплавильный пункт, нам намного было проще вывозить снег, и он перерабатывался намного быстрее, без складирования снега. За нынешнюю зиму с территории Уфы вывезли 605 тысяч кубических метров снега. В администрации города не стали уточнять, разделяли ли его при этом по фракциям. В снегоплавильном пункте нам подтвердили, что к ним поступает только грязный снег с дорог и тротуаров. Егор Полторыхин, Дмитрий Сенников, Руслан Габидулин, Нургиз Газимулин и Сергей Ямаев, телеканал ЮТВ. Боятся детей выпускать на улицу, выходить в подъезд страшно. Потом люди выходят в подъезды, смотрят по видеокамерам постоянно теперь. Кузнецовский затон в Уфе не сильно похож на крепость из Властелина колец. Однако местные жители в последние дни переживают настоящую осаду. Только вместо орков обезумевшие наркоманы, которые в поиске очередной дозы разгромили подъезды в нескольких домах. Все их действия зафиксировали камеры компании Уфанет. Неизвестные в поисках закладок с запрещенными веществами впервые наведались в эти края в конце прошлого года. Тогда они были не очень упорные и агрессивные. А вот сразу после новогодних праздников толпы наркоманов приступили к штурму домов. По подъездам бродили не только парни, но и женщины. Некоторые из них были явно не в ресурсе. Искатели взяли с собой целую связку ключей, которая им, впрочем, не помогла. А, мне ключевые не открывай. Не открывай. В нескольких домах неизвестные погнули металлический короб вокруг лифта. Незваные гости внимательно осмотрели и кабины, но, судя по всему, остались без улова и отправились исследовать другие укромные уголки. Ранее жители этого дома обратились в полицию. В МВД нам пояснили, что люди пожаловались на подозрительных лиц. По данному факту проводится проверка, сообщили телеканалу ЮТВ в пресс-службе. А пока жильцам посоветовали самим проверить все потаенные места. Здесь мы обнаружили подозрительный сверток, после чего, соответственно, и доложили оперативникам. Ящик приоткрыт. То есть, если остальные ящики уже наглухо закрыты под ключ, а этот несколько был чуть-чуть раскурочен. Ну и, соответственно, мы приняли все рекомендованные нам правила. То есть, мы были в перчатках резиновых, мы делали все это аккуратно. Жители говорят, постоянно надеяться на правоохранительные органы нельзя. Поэтому они организовали свои отряды самообороны. Однако до прямых конфликтов не дошло. К тому времени наркоманы потеряли интерес к этим домам. Найденные свертки были отправлены на экспертизу. Однако вопрос, кто их туда спрятал, остается открытым. Это же может быть даже сосед. То есть, очень трудно определить, кто закладчик. Понятно, там покупатели, можно как бы визуально какой-то там дергающий, судорожный человек, который пришел. Это можно определить. А кто закладывал, ну никак. И опять-таки, они же могут совершенно не быть похожими на преступников. То есть, мы не ставим себе задачу, я говорю, искоренить. Да, было бы хорошо в процессе поисков наткнуться на кого-то из покупателя, либо вообще в идеале наткнуть на закладчика. Свою активность жители объясняют просто. Им не все равно на свой дом. Похожие ситуации ежедневно происходят в разных уголках города. А вот бороться с незваными гостями готовы далеко не все. Очень было важно и приятно наблюдать, что здесь большинство семей в нашем доме, большинство соседей действительно сознательны, действительно активны. В другом доме соседи до сих пор обсуждают ночных визитеров. Там они также погнули лифтовой портал, вскрыли бока подоконников и надругались над электрощитком. Я вышла в подъезд, слышу грохот, и ребята по подъезду бегают. Я говорю, что случилось? Что за шум? Они сказали, мы здесь снимаем, ничего страшного, мы просто спускались громко. Я говорю, хорошо. И они сели в лифт, и я села в лифт. Вот в том-то и дело, что потом еще трое к ним присоединились, молодых людей. Они вышли из подъезда, но они потом вернулись, и опять был грохот. Они там искали что-то. В других домах повреждения не такие сильные, однако люди все равно боятся выходить вечером и ночью из квартиры. О похожей ситуации мы рассказывали два года назад. Тогда атаке наркоманов подвергся дом в Зеленой Роще. Там вандалы разобрали перила, окна и двери, порталы лифта. После выхода нашего сюжета полиция организовала слежку за домом, но никаких результатов это не принесло. Андрей Шарыгин, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ. Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ.